В старину люди делали себе одежду только из того, что могли вырастить и изготовить сами. Летом одежда была изо льна, а зимой — шубы из шкур животных да валенки из овечьей шерсти. Редко шили платье из хлопка, он был привозной и стоил дорого. А из остатков разных тканей делали детям кукол. Красиво цветет лен. Это одно из самых древних культурных растений. Недаром про лен придумано столько загадок. Вот одна из них. Свет цветочек в сырую землю зашел, синюю шапку нашел. В каждой деревенской семье разводили овец. С них стригут по весне шерсть. Затем шерсть расчесывают и придут из нее нитки. Из толстых ниток носки вяжут, а тонкие заправляют в ткацкий станок, юбки да платки ткать. А еще из овечьей шерсти валяют теплые, уютные валенки. Хлопок в России не растет. Его выращивают в жарких странах, например, в Таджикистане. Волокна, похожие на вату, растут словно в коробочках. Комочки волокна собирают, обрабатывают и получают тонкие нитки. Из них делают ситцы и другие более плотные хлопковые ткани. Вы их хорошо знаете по изделиям из материала, который называют катон. Люди специально выращивают самые разные виды льна. Особенно ценится лен, который имеет высокий неветвящийся стебель. У такого льна долгунца длинные волокна. Из него получается тонкая ткань, похожая на шелк. Лен потому и называют северным шелком. И сегодня убирают лен с поля старинным способом, дергают вручную. Это тяжелая работа. Но не потрудишься, рубашки не будет. В старину всю работу по обработке льна делали женщины. Стебли льна, собрав на поле, вымачивали, высушивали, обрабатывали в специальные льномялки. Посмотрите на это устройство в двух вариантах. Одни мялки были попроще из досок, а другие изготавливали из толстого бревна с пропилами. На такой мялке лен мять тяжелее, но зато быстрее. В музее-заповеднике Кижи показаны этапы работы с ольном. Так как это тяжелый труд, работали сообща. Допустим, собираются три подруги. Одна лен мнет, другая треплет трепалом, выбивает костру. Третья лен расчесывает. Потом меняются местами. Так работают, пока весь лен не станет чистой и шелковистой куделью. На следующий день собираются уже у другой подруги. Затем у третьей. Все по пословицам. Кто на помощь звал, тот и сам иди. Послужи на меня, а я на тебя. Обрабатывать лен девочки приучались с детства с помощью маленьких инструментов. Учились трудиться, наблюдая за работой мамы, бабушки или старшей сестры. Искудели, пряли долгими зимними вечерами пряжу. Тонкие, ровные, крепкие нити с серебристым отливом. Если в доме росла невеста, то она к свадьбе готовила сундук с приданным. Полотенца и простыни, рубашки и сарафаны. На все это надо было наткать холстов. А потом сшить изделие и украсить его вышивкой. Тончайшие ткани шли на нарядные праздничные блузы. В городе Костроме, в музее льна и бересты, бережно хранят предметы старины. Там можно не только рассмотреть все, чем обрабатывали лен, но и научиться прясть и ткать. Не каждый взрослый знает, что ткацкие станки стояли в избах всю зиму. Вот на таких станках и ткали холсты. Когда сходил снег, женщины и девушки раскладывали сотканное полотно на солнце для отбеливания. Лишь после этого можно было изо льна шить рубашки, простыни и скатерти. А ребятишки из остатков льняных ниток весной делали куколок. В музее льна и бересты можно многое узнать про обычаи старины. Можно научиться мастерить куколок. А мы теперь побываем во дворце детского творчества города Москвы. Там мы увидим и услышим старинную игровую песню Кострома. Она рассказывает о том, как трудились женщины, обрабатывая лен. Субтитры создавал DimaTorzok Не забыта культура льна и в наши дни. Только ткут лен для скатертей и платьев, салфеток и полотенец на больших льнокомбинатах. Старинные и современные льняные ткани изучают, делают из них декоративные композиции. Искусствовед Софья Анатольевна Земская посвятила маленькому голубоглазому растению всю свою жизнь. Ее изделия радовали людей во многих странах мира. И даже кукол она делает только из льняных лоскутов. Из кусочка льняной ткани делали в старину куклу льняницу в честь святой Пороскевы, покровительницы женских ремесел и хранительницы родников. И только льняницы доверяли свои инструменты для шитья. Иголки, булавки, наперстки да ножницы. Делали крестовину, надевали лоскут льняной ткани, туда и втыкали булавки и иголки. А на поперечину навешивали ленты, тесьму и кружево. Попробуйте-ка и вы сделать себе такую куклу-помощницу. Субтитры создавал DimaTorzok